Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вторник в эфире программы «Разворот» В студии работает Оксана Антоненко Добрый день, и Вадим Родионов А помогает нам звукорежиссёр Евгений Копеин И по традиции напомню каналы связи Во-первых, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Пожалуйста, не стесняйтесь и активно ими пользуйтесь А также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv А в гостях у нас сегодня экс-спикер Сейма И экс-министр экономики Ингрида Латимир-Удре Здравствуйте! Здравствуйте! На прошлой неделе Сейм отметил 20-летие Со дня восстановления независимости То есть Сейм нового созыва Отмечали эту дату? Нет, как-то не удалось А почему? Вы же были спикером Сейма на протяжении нескольких лет Да, 4 года я провела в этой должности Но как-то даже не задумывалась очень отмечать такую дату А что можно сказать о нашем парламенте сегодня? Как вы его для себя представляете? Он оправдал ваши ожидания, скажем так Когда в 90-м году Латвия восстанавливала независимость И парламент начинал новую работу? Вы знаете, наверное, в 90-м году Как-то мы все по-другому чувствовали нашу свободу И было больше такое чувство Ну, совместного понимания И того, что мы хотим новую красивую жизнь То есть такая идеалистическая позиция Идеалистическая позиция была больше И все как-то вместе работали Даже не только первый, то есть четвертый Сейм Но и... Ах, так, а потом Депутаты Верховного Совета Депутаты Верховного Совета тоже боролись за то, чтобы мы в конце концов Обрели независимость Но сейчас как-то... Ну, мне кажется, что не оправдались наши надежды И, к сожалению, надо сказать это Потому что я тоже 4 года работала И идеалистически думала, что мы можем все-таки изменить И политиков, и государственную политику Ну, в каком-то смысле мы преуспели Кто-то радуется, например, сегодня, что мы войдем в еврозону Мы радовались, когда нас приняли в Евросоюз и НАТО Кто-то, может быть, это совершенно... Ну, как-то, ну... Кому-то это совершенно незначимо Вы говорите, мы... Вы или мы, может быть, тоже разочаровались в чем-то А в чем именно разочарование наступило? Принятие решений в парламенте происходит как-то странно в данном случае Как странно? Даже если утвердили государственную политику, скажем, внешнюю политику То мне странно показалось, что министр, который представляет коалицию Который работает в нашем правительстве Который работает по этой программе утвержденной Внешней политике, да, то есть все как бы согласились с этим Вдруг получает какие-то предупреждения из своей партии Что она неправильно себя ведет по отношению Ее прибытия на праздники Российской Федерации То есть, мне кажется, что это как-то непонятно Если же люди не понимают, что создавая коалицию Все-таки есть какие-то сверх задания, которые должна делать политическая элита И не только думать о своих чисто партийных интересах То есть, тогда мы никогда не сможем достичь каких-то хороших результатов Если с другой стороны посмотреть, депутаты и министры сидят на своих местах Потому что их выбрал избиратель Избиратель рассчитывал на определенную позицию, определенную программу Так может быть, основная задача политика в таком случае Делать то, что хотят от них избиратели А не какие-то стратегические интересы выполнять Но если бы у нас была избирательная система Которая предполагала выдвигать одного депутата Из одного, скажем, округа или района То есть, одномандатного Одномандатного, да То я думаю, что тогда депутаты бы чувствовали Большую ответственность к своим избирателям Потому что каждый избиратель знал Что я именно голосовал за конкретного депутата И тогда, может быть, получается какая-то оппозиция и внутри партии Если партия не выполняет те обещания, которые были даны перед выборами И, может быть, тогда и люди, которые будут избирать этого депутата Они лучше его будут знать Потому что это конкретный человек И это не какая-то абстрактная партия То есть, индивидуальная ответственность получается Ну да, мы говорили еще в Восьмом Сайме Что обсуждали возможность изменить систему выборов То есть, сделать ее частичной То есть, мажоритарная и одномандатная Ну, в принципе, как-то похоже, как в некоторых странах Тоже так происходит И, ну, не было такого согласия Чтобы систему изменить И все-таки осталась эта мажоритарная система Когда партии, в принципе, могут полностью выбрать своих кандидатов То есть, по спискам только исключительно Да, по спискам, да Ну, крестики, нолики, это, в принципе Как у машины время, крестики, нолики, фантики, да, в итоге получается А считаете, что при существующей системе Все-таки стратегические интересы коалиции или страны в целом Должны быть выше, чем те программы, которые партии предлагали избирателям? Я считаю, что да Ну, а за что же тогда человек голосует? Ну, конечно, человек голосует за какие-то, ну Может быть, ему нравятся какие-то позиции в программах партии То есть, экономические Но в основном это не экономические В основном это национальные, языковые И, как вы знаете, к сожалению, у нас разделяется наш электорат тоже На людей, которые голосуют за русскоязычные партии, скажем Которые представляют русскоязычных и голосуют за те партии, которые представляют больше латышскоговорящих То есть, такое не классическое деление на левых и правых Ну да, это абсолютно не классическое И, к сожалению, за все эти 20 лет все-таки не создалась такая сильная партийная система И, к сожалению, я могу сказать, к сожалению, не создалась уже пауза Поколение Поколение политиков, которые понимали, зачем мы приходим в политику И какие главные решения мы должны делать там в политике А вот в политике, кстати, часто говорят о том, что новые лица не приходят в политику Потому что там очень низкие зарплаты И очень велика вероятность того, что на тебя вылет гора компромата Когда ты, в общем-то, в принципе, ни в чем виноват и делаешь хорошее дело Вот поэтому какая-то ротация не происходит И люди не заинтересованы приходить в политику Вот согласны с тем, что, допустим, тот же денежный вопрос очень останавливает умных, ответственных людей То есть такая неконкурентная среда Если бы вы посмотрите на последние два сайма Я не могла бы сказать, что там мало новых людей, которые пришли И, к сожалению, первые два года каждому человеку, который приходит в парламент Ему надо обучиться сначала, как принимать решения Как это все происходит, понять всю систему Потому что человек, который был в бизнесе Он не может сразу включиться в государственную деятельность Там очень большая разница между этим И люди, которые идут в парламент, они должны понимать, что у них только одна зарплата И ничего другого не будет То есть там не премиальных, ничего, как в бизнесе И тогда ты понимаешь, что ты работаешь именно за такие деньги Если ты за это не хочешь работать, конечно, тебе там нечего делать в парламенте А как относитесь к тому, что в последнее время все чаще звучат слова со стороны тех же политиков О том, что вот мало зарабатываем Вот господин Вилкс, министр финансов, жалуется на маленькую зарплату Господин Набровский, министр образования, жалуется на маленькую зарплату Может быть, надо сделать эксперимент, чтобы они пожили на зарплату Ну, среднестатистического человека Латвии И потом пусть они говорят о своих зарплатах А вот 10 лет назад, допустим, так же актуален был для политиков вопрос, скажем так, финансовый? Ну, нет, я не думаю То есть работали за идеи? Если мы вспоминаем, когда я работала в парламенте, это 8 САИМ Мы даже не думали о повышении зарплат Мы даже переменили карты и обостровывалось закон работы парламента Как мы платили за участие в комиссиях, то есть изменили это Поэтому мы думали о том, как лучше работать, эффективнее работать И чтобы со стороны не выглядело, что парламентарии думают только, как заработать То есть вы думали об имидже в какой-то степени? В какой-то степени, да, мы думали Даже не в какой-то, мы очень думали Потому что одно дело, что мы сделали в 8 парламенте Мы, в принципе, открыли парламент для людей Потому что мы первый раз приняли резолюцию Ну, вообще в истории латвийского парламента О сотрудничестве с негосударственными организациями Давайте примем звонок Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста Добрый день, Доктор Добрый Скажите, пожалуйста, Юл, Жен Я правильно назвал? Ингрида Ингрида, прошу прощения Ничего, но Не кажется ли, продолжая одну из ваших мыслей, я хочу задать вопрос Не кажется ли вам, что Одной из причин такого печального нынешнего положения в Латвии А я напомню, что По данным, по последним данным Евростата Латвия является на предпоследнем месте По уровню жизни, позади только Болгария Является то, что Верховный Совет, который избирали все Потом, извините за резкое выражение Бессовестно обманул, разделил людей на чистых и не чистых Я имею в виду граждан, не граждан Спасибо, Анна, за мартушку зрения Популярный вопрос Да, я его слышала на ваших передачах Но я не думаю, что это сделал Верховный Совет Это, мне кажется, уже после того, как был избран новый парламент После Верховного Совета Ну, есть мнение о том, что, в принципе, во время Атмада обещали, что равные права для всех Эти известные лозунги, а потом, когда уже был избран новый парламент Действительно, в 93-м году это решение было принято и разделило награду на неграду Я думаю, что это было неправильно Это мое частное мнение Это не разделяет ни моя партия Может быть, и какие-то другие люди, которые думают, что они более национальные Но я думаю, что очень много людей отвернулось от общей работы для развития Латвии и в экономическом и политическом смысле А какие-то дискуссии по этой теме в Сейме или внутри правящей коалиции Вот в то время, когда Вы возглавляли парламент, они велись? Или эта тема, она была табуирована? Нет, у нас возникала эта тема по поводу прав избирателей участвовать в выборах в местных советах То есть, чтобы неграду не участвовали в самоуправлении Да, в самоуправлении Но тогда, ну это еще в Седьмом Сайме было, когда мы об этом говорили Но нас не поддержали, тогда была новая партия, которая потом распалась, к сожалению А вот Вы говорите, что у нас еще сохраняется деление, когда, условно говоря, латыши голосуют за латышские партии, русские голосуют за так называемые русские партии Но ведь, смотря, оценивая результаты последних муниципальных выборов в Риге, допустим, многие политологи сходятся во мнении, что, условно говоря, каждый пятый избиратель Центра Согласия был, на самом деле, латышом Потому что столько русских, в принципе, среди избирателей в Риге не набирается Может быть, это деление уже стирается, или оно, в принципе, ушло в прошлое? Ну, если Вы посмотрите на эти выборы, все-таки это несколько партий объединилось И часть, одна часть, это партия «Год сказал под Ригой» Честь служить Риге? Да, да, честь служить Риге Где тоже были представлены многие кандидаты в депутаты, не только там, с русскими фамилиями Я считаю, что это было бы нормально, потому что у нас не создана пока еще ни одна партия, которая представляла бы, ну, как бы, реально наше общество Потому что мы же состоим из разных национальностей И главное внимание надо было обращать на разработку экономической части программы И тогда мы можем говорить, мы правые, левые, консервативные, либеральные Ну, то сейчас очень трудно, если мы посмотрим экономическую часть программ любой партии Там не очень-то понятно, за что они, в конце концов, выступают Иногда бывает, что правые, они как социал-демократы, не социалисты Может быть, это логично, учитывая, что вы несколько минут назад сказали, что люди, в общем-то, голосуют за русский вопрос или за исторический вопрос, а не за экономический вопрос Может быть, партиям просто нет смысла концентрироваться как-то на экономической части программы, все равно никто не заметит Ну, а как же мы будем развиваться? Мы же все люди, которые живут в Латвии и вообще в мире Каждый же думает о своем будущем Чтобы создать свое будущее, ты должен где-то работать, зарабатывать Ты должен чувствовать себя, ну, хорошо и спокойно И спокойно должен быть за своих детей, что они будут учиться, что с нашим государством ничего не случится Это можно только сделать тогда, когда разработана хорошая, нормальная экономическая программа развития государства Но если вы говорите, что электорат экономической части интересуется меньше Получается, электорату не важно, как он живет? Главное, на каком языке разговаривать? Я думаю, ему становится важно сразу после выборов Когда кто-то обещал, что там будут 20 тысяч рабочих мест, и этого не случается, скажем Или обещали, что перевести все садики на латышский язык То есть одни голосовали за, другие голосовали против Но когда после выборов мы утром встаем и думаем, что нечем ребенка кормить Или нельзя купить школьные тетрадки, нет возможностей То, конечно, человек начинает думать о том, а как, я же должен где-то работать И почему никто мне сейчас не дает возможности работать Сейчас прервемся на новости и рекламу А потом обязательно вернемся Ингрида Латимирудры, бывший спикер Сейма и экс-министр экономики Гость нашей студии сегодня, не переключайте Ну а мы продолжаем, это программа «Разворот» В студии работает Оксана Антоненко И Вадим Родионов Помогает нам звукорежиссер Евгений Копейнов В гостях у нас сегодня бывший министр экономики И бывший спикер Сейма Ингрида Латимирудры Еще раз здравствуйте Здравствуйте Вот сейчас, как раз в эти минуты решается вопрос о том, станет ли Латвия членом еврозоны Сегодня проходит заседание Совета министров финансов ЕС Ну, никто уже почти не сомневается, что Латвия войдет в еврозону Как вы оцениваете вообще всю эту историю с евро? Вот как сказал наш министр финансов Андрис Вилкс Латвия сегодня завершает путь, начатый 10 лет назад Путь был правильный, как считаете? Путь в сторону Евросоюза Может быть он был и правильный, но даже Перед вступлением я очень критически относилась к нашему вступлению в Евросоюз Даже не думая про еврозону вообще Потому что, когда мы вступали в Евросоюз Мы заключали договора По разным Видам экономики нашей То мы очень много потеряли Потому что не продумывали Что будет Через несколько, там, 5-6 лет То есть мы не думали стратегически в этом смысле, вы считаете? Те люди, которые заключали договора, стратегически не думали Мы закрыли многие наши производства Даже сахарная вся Отрасль Она вообще закрылась Очень много у нас проблем по сельскому хозяйству По рыболовству Потому что уже изначально, заключая договора, не продумывали Ну, правильные моменты И наши какие-то запросы К Европейскому Союзу Потому что не только Как бы Они нам нужны Но и мы им нужны очень Как увеличение рынка Как новая рабочая сила и так далее Про евро В момент, когда присоединили лад к евро Это уже означало, в принципе, что мы в каком-то смысле Да, уже вступили в зону евро Но то, что сейчас принято решение Я тоже не очень согласна Избежать этого мы уже бы не смогли И никто нас не слушал В частности, я говорю о людях, которые проживают в Латвии Но Мне кажется, это слишком рано Потому что Еврозона, она показывает какую-то нестабильность Мы все это видим Мы видим, какие большие затраты, скажем На покрывание долгов Греции Были проблемы и в Испании И в Италии, и во Франции Были недовольны Немецкие налогоплательщики Потому что Германия Как бы основной держатель стабильности евро И поэтому Сейчас это выгоднее Европейскому Союзу Показать, что все-таки страны вступают в зону евро Значит, евро стабилен И с этой валютой ничего никогда не случится Так, может быть, нормально, что власти В данном случае, власти Латвии Думают стратегически Как мы говорили до выпуска новостей Вы сказали, что В принципе, стратегические интересы коалиции стран Должны быть выше, чем, может быть, партийная программа Интересы избирателей Может, в данном случае, ну, действительно В данном случае, мне кажется, в программе Вену Вот и записано, что мы должны вступить в евро И, как господин Велкс сказал Они закончили свой путь Но вопрос, куда мы дальше будем двигаться И какие следующие цели нашего государства То есть, получается, что мы потеряли какие-то ориентиры нам Больше развиваться сложнее станет Если люди, которые руководят государством Говорят, что мы цель достигли И не приходят ни с какими другими идеями О том, что мы будем делать дальше То получается странная ситуация Давайте примем звонок Выслушаем мнение нашего радиослушателя Здравствуйте Добрый день Госпожа Одра Вот ваша коллега Илза Крейтеса Вот на радиоболком однажды сказала Что у нас нет партии У нас есть биржи по трудоустройству Вот И, исходя из этого Исходя из этого Я понимаю, что у нас все так и творится У нас же в партии меньше 1% населения И люди не идут туда, боясь сказать за свое РНМ И вот скажите, пожалуйста Если бы у нас была бы такая вот вещь Хотя бы ограничение Вы знаете, был раньше избирательный ценз Установлен имущественный избирательный ценз У нас сегодня сплошь и рядом Люди с долгами идут на службу Государственную службу Или в парламент Им не выплатить никогда эти долги С той зарплаты Которую они будут получать на госслужбе Но они туда идут И если они туда идут То, следовательно, они понимают Что хотят отбить где-то эти деньги И, видимо, оттуда у нас все-таки Еще у нас нет системы подготовки кадров Кто захотел каким министерством порулить Есть у него талант Нет у него таланта Есть у него опыт Нет опыта Спасибо Согласна с мнением, что партии у нас биржи по трудоустройству Упрощу я такое Спасибо за ваше мнение Ваш вопрос Я бы не сказала биржи по трудоустройству Но, конечно, в партиях очень много случайных людей И как мы перед этим говорили о том Что люди, не продумывая Все, вступают в партию Думая, действительно, может быть, заработать Или найти какое-то место тепленькое Для работы Если он сам не может заниматься бизнесом Или не умеет хорошо работать То есть, получается, что политика – это место для неудачников в какой-то степени? В какой-то степени, да Если мы посмотрим Я не хочу никого обижать Но, скажем, партию реформ За два месяца создать партию невозможно Если мы посмотрим историю создавания партии в других странах То это годами создавалось Создавались какие-то кружки людей, которые одинаково думают Они начали думать о своих программах Писали работы Активно работали с населением Это шаг за шагом Даже начиная с детьми И они, вот скажем, даже в семье они растили своих детей Ну, в таком духе своей партии Или там своих идей В Америке это сейчас тоже очень Ну, когда активно происходит Там же демократы и республиканцы И они, и там, когда вы видите Когда проходят политические какие-то дебаты Там столько много людей Мы даже не можем подумать Чтобы столько людей вышли бы на улицы Если бы какая-то партия сделала бы свой съезд, скажем Столько много людей вообще бы не участвовало Не участвовало бы в политических каких-то митингах Поэтому я согласна с тем, что у нас не проходит Как бы выращивание кадров политических именно Потому что вот сколько мне пришлось работать с партией То молодым людям очень трудно выбиться По какой-то лесенке партийной бюрократии Потому что все-таки очень много людей Которые, думая, что с возрастом Или с тем, что они в партии, скажем, 20 лет назад 91-го года, то они больше могут сделать И не проходит такой реальной работы обучения С новыми кадрами, которые хотели бы работать, скажем, в партии Или вообще свою жизнь посвятить политике Хотя у нас очень много молодых людей Которые закончили университет Как социологи, как политологи Но их как-то даже и не видно Давайте еще звонок примем Здравствуйте Добрый день Добрый день Ингрид, я вас внимательно очень выслушал Мне показалось, что вы человек умный и порядочный Извините за комплимент в глаза, что называется Вот как на ваш взгляд Почему люди вашего образа мышления Оказались вытеснены из политики Людьми откровенно циничными Извините, наглыми, а то и попросту алчными Это классика жанра Так всегда было, есть и будет Или что-то, возможно, изменится Спасибо 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 за вопрос Вы знаете, опять-таки Если мы возвращаемся к вопросу о партиях То создавая партию Все-таки должны вместе приходить люди Которые одинаково мысляют И, к сожалению, если в этом процессе Большинство все-таки думает по-другому То меньшинство как-то Так же, как у нас Демократия и большинство То есть меньшинство Оно как-то, его значение понижается И, может быть, не всегда люди, которые Говорят Ну, не все, что они думают Но говорят правду О том, что они думают О вопросах разных, которые решаются в политике И как это решается Такие люди не очень ценятся А ценятся кем? Коллегами по политической жизни? Коллегами, да, конечно Или людьми? Электоратом и народом? Я думаю, коллегами И, во-вторых, я думаю, что электорат не все всегда знает А почему вы ему не рассказываете в таком случае? Ну, не всегда интересно Интересны новости Скажем, анализ какого-то происшествия Больше интересуют скандалы Кто в чем был одет Если мы посмотрим сейчас, например Какую прессу больше читают люди Это, в принципе, желтая пресса Которая, вот Сейчас у нее, мне кажется, такой пик Что всем интересует Что кто сказал Кто с кем переспал И кто с ним Ну, такая же желтая история Да, совершенно Так ведь это мировая тенденция Это нормально во всем мире Именно желтые здания У них самые большие тиражи И, собственно говоря, с большей популярностью пользуются Нежели так называемая белая пресса Я думаю, что это ненормально Если бы мы даже со школы Начали бы учить ученикам, школьникам Думать, анализировать вещи Думать о том, как развивать себя Как работать для своей семьи Для своего государства А не смотреть в щелочку Что происходит у моего соседа Считать его деньги И какие платья он покупает То, я думаю, мы бы получили других политиков тогда Потому что запрос, очевидно Он такой, какой он сейчас есть На таких политиках, которые мы выбираем То есть, получается, что общество, на ваш взгляд Сейчас формулирует вот именно такой запрос Оно хочет скандалов, оно хочет желтого Оно хочет в политике звезд шоу-бизнеса Ну, в основном так выглядит То есть, получается, что в том, что в политику приходят люди Которые хотят побольше заработать И не особо-то разбираются в тех вещах, которыми занимаются В общем-то, в этом виноваты избиратели В каком-то смысле, да Потому что даже при этом историческом решении номер два О распуске Сайма Да, о распуске Сайма Люди не задумывались, почему это решение было принято Это же не было принято для того, что вот сейчас мы сделаем Распустим этот Сайм И сейчас будет что-то совершенно другое И появится, я не знаю, человек, который выведет нас из проблем Это же не случилось Миссия не пришел, да? Да, случилось то, что, в принципе, пришли люди, которые Может быть, рядом шли с парламентом И мы спросили, вы не хотите быть депутатом? И он сказал, почему нет? Хорошо, вы говорите, что люди, которые мыслят самостоятельно И не боятся говорить о том, что думают в политике, в партиях Надолго они задерживаются Так может быть, это банальная борьба за власть Лидерам партии невыгодно, чтобы рядом были, скажем так, сильные Слишком сильные соратники, слишком популярные соратники Смотрите, я в жизни вообще как-то сошлась с людьми иногда Которые не любят рядом с собой сильных людей И особенно начальники, они стараются умных и сильных Как-то отодвинуть или даже не принимать на работу Потому что я знаю очень много молодых людей Которые с хорошим образованием приезжают обратно в Латвию Они могли бы очень много дать для нашего государства Но они даже не могут найти себе работу здесь Потому что очень многие боятся такой сильной конкуренции Но это же общемировая такая тенденция Сталин, например, боялся Жукова И пытался его отодвинуть Потому что считал, что он может занять его должность Ну, можно вспомнить еще массу еще И Брежнева поставили, потому что думали, что он слабый Пока разбирались между этим Ну да, такое в жизни бывает Но опять-таки, если мы с детства учим человекам Анализировать, разбираться в ситуациях Вообще учиться, получать информацию Работать с ней То я думаю, такие люди, они не будут бояться Если с тобой рядом сильные люди Это же инстинкт самосохранения Вот конкретного начальника Мне, например, нравится, что со мной работают умные люди Даже бывает так, что у тебя есть политические оппоненты И даже тебе не нравится то, что он говорит Или тебе кажется, что это совершенно неосновательно Но если человек умный, он может оппонировать себе У него есть факты, аргументы Логические, понятные То можно иногда понять, что ты тоже может быть неправ Но это приятно, когда ты работаешь с людьми Которые умеют анализировать вещи Которые имеют силу принять решение Потому что очень многие люди Особенно вот сейчас я смотрю в парламенте Люди, которые не хотят вообще принимать решение И не хотят принимать ответственность на себя То есть получается, что парламент превращается в такую машинку для голосования? Я бы не хотела сказать Потому что я руководила, как я сказала, парламентом 4 года У нас было очень много дебатов, дискуссий Одна из больших дискуссий была о том Что правительство должно систематически приходить в парламент И отчитываться о своей работе У меня были оппоненты, потому что говорили Ну как же у нас коалиция, как мы сейчас будем отчитывать наших министров Да, это нормально Это происходит, то же самое в Великобритании И даже твои сопартийцы могут задать очень острые вопросы министрам И это правильно, это происходит Это демократический контроль над работой правительства А какие типажи, на ваш взгляд, в латвийских партиях выбиваются в лидеры, скажем так Ну если учесть, что вот свободомыслящие и независимые Как правило вылетают где-то на какой-то стадии Потому что, опять же, кому-то мешает ли или еще что-то То кто, собственно говоря, руководит нашими партиями? Ну я не хочу никого обижать Ну мы же конкретную партию не называем И так в общем по целому Но если мы посмотрим, такой среднестатистический председатель партии Но председатель формально не всегда реально руководит партией Ну да, есть же эти серые кардиналы Или как раньше там еще называли Ушелла были свои там маленькие консультанты Но если говорить о серых кардиналах То это люди, которые в принципе не хотят брать ответственность на себя Если бы человек хотел взять ответственность за все свои поступки За высказывания, за принятые решения Он бы выступал открыто Поэтому это люди хитрые, очень умные Которые умеют договориться, скажем, со спонсорами партии Которые умеют договориться внутри партии Потому что внутри партии тоже бывают разные коалиции Ну это могут быть серые кардиналы А председатели партии Иногда их выбирают, потому что они очень сами хотят Но они даже не знают, что они могут или не могут И может быть потому у нас партийная система не очень крепкая Потому что люди, которые выдвигаются, ну как правило, в руководителей партии Они никогда не занимались такой какой-то общественной работой Например, я думаю, что очень хороший руководитель партии Это Аугуст Бригман У него очень интересная история Он проходил это партийное обучение Когда-то давно еще И все так проходил Когда-то давно, это до, не знаю Будучи руководителем, я не помню, райкома или райкома Ну да Даже не за то, что он был Но за то, что он прошел очень хорошую школу А советская школа управления, это хорошая школа, как считаете? Если мы отходим от идеологии И системы, в которой мы жили То сама школа по себе, как обучались кадры Я думаю, что она была очень правильная Давайте примем звонок Здравствуйте Добрый день Добрый, здравствуйте Вот я очень хотел бы узнать Я вот до сих пор не пойму, сколько старался, понять вот не могу Скажите, вот эта установка нашей латвийской интеллигенции Когда они говорили, что давайте уничтожим всю промышленность Не надо в Латвии ни промышленности, ни рабочий класс, ничего не надо Будем жить идеями, понимаете Вот будем генерировать идеи, жить с идей Вот скажите, как вы это можете объяснить? И работает ли это, и внедрилось ли это? Спасибо Спасибо за вопрос Конечно, это не работает, это не может работать Потому что только идеями человек Человек не будет сыт И это было очень неправильное решение В тот момент, когда принимались решения О приватизации Когда раздрабливались большие предприятия И когда расстроились экономические отношения с нашими соседями В том числе и с Россией Это мое мнение Ингрида Латимиродер Гость нашей студии сегодня Напомню, телефон прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Звоните А тут вот к нам пришла, не знаю, хорошая или плохая новость Латвии все-таки приняли в еврозону Советы министров Евросоюза Поддержал наше вступление Так что можно, наверное, нас всех поздравить С этим историческим решением Не побоюсь этого слова Уж как его воспринимают? Это уже другой вопрос История нас рассудит Ну да, ну как сказал господин Велкс Мы достигли нашей цели Ну а что дальше? Кого в этой ситуации больше хочется поздравить? Европейский Союз Почему? Потому что они получили дополнительную уверенность В том, что еврозона стабильная И все, которые сотрудничают с Евросоюзом И финансовые институции Тоже получили, ну какую-то уверенность в том Что вот сейчас еврозона выглядит намного лучше Чем может быть там полгода или год ему назвать А Латвии в таком случае хочется посочувствовать? Да, я хочу посочувствовать Может быть я неправильно говорю Потому что много моих друзей Которые поздравляют в этот момент друг друга И говорят, что это очень хорошо То есть шампанское уже открыто в Европарламенте Да, шампанское уже открыто, да Но для Латвии мы сейчас должны думать о том Что надо будет покрывать солидарно долги Греции Скажем, например И для нас это хорошо И они думают, что это хорошо У нас не хватает денег для индексации пенсии Сегодня этот вопрос решался в парламенте То есть Ну посмотрим Уже у нас выбора больше нет Давайте звонок под зону из эфира Примем Здравствуйте Здравствуйте Вот хочу сказать, что Ингуна Ингриду Ингриду, ой, извините, уже забыла Да, не помню в какой партии она была Она права, что поздравить надо Конечно Евросоюз Что наши рабочие туда поедут работать Еще активнее И хочу сказать, что вот Каринч выступил Что не повышать минимальную зарплату А Шкела и Калойтес Они подтягивали зарплату к европейской И у меня вот вопрос к вам Должна же быть в Латвии Чтоб в Латвии оставалась рабочая сила Должна быть такая Как во всем Евросоюзе зарплата Да, хотя бы к минимуму стремиться А иначе все молодые будут тут А больные истрики Тут, а молодежь вся в Европе Поет горшки мыть, да И вот про песни и пляски, да Хочу сказать, тоже выступили тут Такие наши интеллигенты Что это не надо, это Куба Хорошо, что на Кубе поют люди и танцуют И в Латвии надо Раньше был такой труд тяжелый, да Сургс Дарпская сакт И люди придумали, что для души надо быть отдыху, да И не зря со всей Латвии молодежь готовится, едет Это надо для духа человека просто Чтобы был праздник не только труд и беда, да Спасибо вам Спасибо за вашу точку зрения Вот такой вот оптимистический Хочется верить в финалу нашей сегодняшней программы Ну что ж, поблагодарим нашу гостю Ингриду Латимир Удры, экс-спикер Сэйма и бывший министр экономики Была гостем нашей программы на протяжении этого часа Спасибо вам большое Не за что, спасибо вам Эфир провели Оксана Антоненко И Вадим Родионов Помогал нам звукорежиссер Евгений Копеев Мы с вами не прощаемся, вечером встретимся в программе «Войск контроля» Так что не переключайте, мы скоро вернемся До свидания Большая распродажа в магазине «Тео» На все товары скидка до 50% Платье «Маскино» стоило 100$ Мультимедийный информационный портал